Девушки отдыхают Снова быстрее, сильнее и выше И замечая вокруг, ничего не слыша Голос внутри набирает свой звук Ты просто возьми и прислушайся, друг Глядись в этот мир, он бесконечно прекрасен Об столика любви, все сомнения напрасны Разны мы, но есть точно единое что-то Весь этот мир, из любви и добра сотка Вумеран добра, запускаем сердце Вумеран добра, по планете вертится Вумеран добра, сквозь ловины времени Возвращайтесь всегда, если добру верят Вумеран добра, запускаем сердце Вумеран добра, по планете вертится Вумеран добра, сквозь ловины времени Возвращайтесь всегда, если добру верят Вумеран добра Времена меняются, пути расходятся Героями не рождаются, героями становятся И если за мечтой это следует до конца Помни, что жизнь свою ты можешь прожить только сам Всё так же, как прежде, с тобою верим в чудеса Мечтаем с надеждой, на звёзды глядя в небеса Ветер в паруса, преград не замечаем Двигаем вперёд, планету качаем Разные мои дни, есть точно единое что-то Есть этот мир из любви добросадка Бумерант добра, запускаем сердце Бумерант добра, по планете вертится Бумерант добра, сквозь ловины времени Возвращайтесь всегда, я всегда уверен в их Бумерант добра, запускаем сердце Бумерант добра, по планете вертится Бумерант добра, сквозь ловины времени Возвращайтесь всегда, я всегда уверен в их Дура-н-гара Дура-н-гара Возвращайтесь всегда, если да поверите Дура-н-гара Дура-н-гара Возвращайтесь всегда, если да поверите Не нужно измерить, а земли на всё Идёт там сердце между словом Нельзя продать бумагу подарить А ногой Бумеран добро придётся снова Бумеран добра Запускаем сердце Бумеран добра По планете вертится Бумеран добра Возвращайтесь всегда, если да поверите Бумеран добра Запускаем сердце Бумеран добра По планете вертится Бумеран добра Возвращайтесь всегда, если да поверите Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, друзья! Привет, волонтеры! На календаре 5 декабря это значит, что мы все вместе с вами празднуем Всероссийский День Добровольца, с чем я вас искренне поздравляю и хочу сказать вам огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете. Этот праздник был учрежден указом президента России еще в 2017 году. Ну а сегодня мы с вами встретились на 10-м юбилейном слете добровольческих объединений Алтайского края, который впервые проходит в формате онлайн. Всем привет, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они вносят большой вклад и в реализацию экологических проектов. Вся страна знает о волонтерах-медиках и других участников акций «Мы вместе». Без преувеличения могу сказать, что в условиях современной эпидемии обстановки неоценима ваша помощь в доставке лекарств и продуктов, в работе медицинских учреждений, на других важных направлениях. Хочу от всей души сказать вам большое спасибо. Желаю здоровья, сил и вдохновения на новые добрые дела. С праздником! С Днем Добровольца! Добрый день, дорогие друзья! Друзья, позвольте от себя лично и всего коллектива Федерального агентства по делам молодежи поприветствовать всех организаторов и участников 10-го слета добровольческих объединений Алтайского края. Доброволец, друзья, это не профессия. Это призвание, это служение, которое человек выбирает для себя сам. Это то, что он делает для того, чтобы наш мир становился лучше. И именно это призвание, это служение вы выбрали. Спасибо вам большое за такой выбор. Этот год стал для нас непростым. И тем интереснее, что именно в этот год родилась такая замечательная акция, как «Мы вместе», которая объединила огромное количество добровольцев, волонтеров, просто неравнодушных людей в желании помочь ближним. Это очень здорово. Это как раз те самые традиционные духовно-нравственные ценности, которые всегда объединяли наш народ. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы делаете, за то, что вы еще сделаете, за то, что вы такие, какие вы есть. Удачи, успехов. Мы всегда рядом. Я вас искренне поздравляю с началом нашего мероприятия. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Ну что ж, дорогие друзья, звучит гимн Российской Федерации. Россия священная наша держава. Россия, любимая наша страна. Могучая воля, великая слава. Твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное. Братских народов, союз вековой. Предками данная, Пудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая. Храни моя Бога, родная земля. Славься, Отечество, наше свободное. Братских народов, союз вековой. Предками данная, Пудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты и для жизни. Придущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество, наше свободное. Братских народов, союз вековой. Братских народов, союз вековой. Добро пожаловать на наш канал! Доброволицы Алтая — это интересные люди, это реальные дела, это истории в цифрах и фактах. Сегодня мы постараемся вспомнить многое и многих. От создания первого в регионе студенческого педагогического волонтерского отряда до внесения в Конституцию Российской Федерации изменений о статусе волонтеров. Ну что ж, друзья, сейчас внимание на экран. Волонтеров Алтайского края с юбилеем поздравляет губернатор Алтайского края, председатель правительства Алтайского края Виктор Петрович Доменко. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем Добровольца. Волонтерское движение в России растет, его роль в обществе набирает силу. Алтайский край — не исключение. У нас создано более 800 добровольческих организаций. В их ряды вступили школьники, студенты, работающая молодежь и люди старшего поколения, серебряные волонтеры. Алтайский край — один из лидеров в стране по реализации добровольческих программ. В 2020 году нашей инфраструктуре содействия волонтерству исполнилось 10 лет. В юбилейный для себя год Алтайский край стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки этой деятельности — «Регион добрых дел». В период пандемии наши добровольцы первыми пришли туда, где требовалась помощь. Они присоединились к общероссийской акции «Мы вместе». Ежедневно волонтеры доставляют продукты и лекарства одиноким, пожилым людям, работают в приемных отделениях больниц и поликлиник, в колл-центрах, помогают лечить пациентов с коронавирусом. Я сердечно благодарю всех, кто не жалеет сил и времени, чтобы помочь другим людям. Ваша душевная щедрость, неравнодушие и самоотверженность бесценны. Дорогие волонтеры, желаю вам новых успехов, счастья, здоровья и благополучия. Откиньте прочь свои сомнения, не порицайте нас тут и там. Ведь мы иное поколение, мы будущий вафлаг. Для вас хитом была Катюша, для нас кумиром Максим и Нюша. Но тем не менее есть одно, мы будущий вафлино. Новое, новое поколение, мы прорубаем свое течение. Бьемся от скалы на гребне волны, мы будущие страны. Новое, новое поколение, мы выдвигаем свои решения. Бьемся от скалы на гребне волны, мы будущие страны. Мы открыватели новых судеб, новых побед и больших границ. И никогда уже не забудем ваших отважных лиц. Не испугают нас катаклизмы, в наших сердцах бьется сильный дух. Ведь мы верны своей отчизне, мы времени новых рук. Новое, новое поколение, мы прорубаем свое течение. Бьемся от скалы на гребне волны, мы будущие страны. Новое, новое поколение, мы выдвигаем свои решения. Бьемся от скалы на гребне волны, мы будущие страны. Бьемся от скалы на гребне волны, мы будущие страны. Бьемся от скалы на гребне волны, мы будущие страны. Бьемся от скалы на гребне волны, мы будущие страны. Доброе утро! Спасибо вам огромное, дорогие друзья! И знакомство с новыми людьми, друзья! И все это наш марафон! Неделя пролетела как один миг, согласитесь! Вы вспоминали забавные истории добровольчества, выделились своими фотографиями из архивов и даже придумывали мемы! Креативили, шутили и делали что-то невероятное! И вот прямо сейчас я предлагаю посмотреть самые смешные из мемов и познакомиться с ними! Ну что, друзья, давайте обратим на них внимание! Вот такой мем, когда сказали, что можно отдыхать в выходной день! Действительно, это волонтеру совершенно незнакомо! Один из моих любимых, кстати, друзья... А ты правда волонтер? Да! А скажи что-нибудь по-волонтерски! А нас кормить будут! Да, действительно, невероятно волонтерская фраза! Раскрыт секрет счастья — это волонтерство! Ну а если мы раскроем секрет волонтерского счастья, это еда, как мы помним из предыдущего мема! А вот еще один мем от волонтеров-медиков! Мемы в ТикТок? Нет! Мемы про волонтеров-медиков? О, да! Я надеюсь, они нам еще сегодня встретятся! А вот, вот, пожалуйста, еще один мой любимый мем! Ура! Приехали волонтеры! И пусть вас каждый раз бабушки встречают именно с такими улыбками! А вот, смотрите, мы идем безвозмездно! Я вас чаем угощу! Может, конфетки? Нет, мы просто так! Может, все-таки денежки? О, нет! Помощь за деньги! Ведь, действительно, волонтеры работают только безвозмездно! И помощь за деньги, ну, никак не соответствует волонтеру! А вот, пожалуйста, когда придержал дверь в магазине... Знаете, я и сам, своего рода, доброволец! Вот, да, можете так говорить! И обязательно придерживайте двери всем в магазинах, друзья! Ну и волонтер, на которого налетают друзья, которые эту деятельность не приветствуют, и говорят все время так, а вам хоть за это платят? У вас явно есть от этого выгода! Ты бесполезно тратишь свое время! Ну да, мы примерно все волонтеры с таким лицом обычно и находимся перед этими друзьями! Ну что ж, друзья, сегодня у нас традиционный стой добровольческих объединений, как я вам уже и говорил, в этом году он проходит 10-й раз. 10 лет в фокусе добра именно под таким хэштегом мы сегодня с вами его и проводим. Сегодня есть отличный повод передать привет своим друзьям, волонтерам, своим коллегам. Вы сделать это можете в нашем чате, в Телеграме. Просто зайдите туда и напишите всем, кого знаете, свой огромный-огромный привет. Также присылайте свои приветы в официальную группу ресурсного центра ВКонтакте или в директ-странице в Инстаграме, и мы обязательно покажем эти приветы в прямом эфире. Ну и если вы соскучились по кому-нибудь, напишите «Лена, привет! Помнишь, как нам было здорово вместе на добровольческом слете?» Или «Серега, до встречи с тобой на гребле на Каной и Байдарках». Там мы с тобой от волонтерей, мы будем самыми крутыми волонтерами за этот год». Ну что ж, друзья, обязательно пишите свои приветы и вас будут рады видеть. Но знаете, готовились к сегодняшнему дню. Наши журналисты вышли на улицы города и спрашивали у обычных прохожих. «Кто такой волонтер?» Кстати говоря, напишите сами ответ на этот вопрос в нашем чате. Нам тоже интересно, что вы об этом думаете. Кто же такой волонтер? Но я думаю, вам будет невероятно интересно познакомиться с нашей статистикой, которую мы для вас приготовили, и она уже есть вот здесь, дорогие друзья. Ну что, давайте откроем первый вариант. Он наименее популярный. Волонтер – это отзывчивый человек. Так считает 13 наших респондентов, так их назовем. Что у нас на втором месте, друзья? 17 человек говорят, что волонтер – это мой друг. Третье место. Посмотрим с вами. Здесь у нас 32 человека говорят, что волонтер знает, куда пройти. Ну логично, мы же с вами волонтеры, мы всегда знаем, куда пройти. Мы не пропадем. Четвертый вариант, друзья. 89 человек считают, что волонтер – это человек, который ничего не ждет взамен. Верно, верно. Но что же тогда дальше? Что популярнее? Давайте посмотрим. Пятый. 97. Волонтер – это призвание. Согласимся. Шестой. 140 человек говорят, что волонтер – это энтузиаст. Седьмой вариант, друзья. И здесь уже 220 человек считают, что волонтер помогает на мероприятии. Но а что же у нас стало самым популярным ответом, на который, друзья мои, ответили? 107 тысяч человек. И знаете, как они написали? Волонтер – это я. Потому что именно 107 тысяч человек волонтеров у нас в Алтайском крае. Так, подождите, что-то происходит у нас на экранах. Волонтеров становится больше? Друзья, ну потому что добро случается каждую секунду, и волонтеров всегда будет становиться как можно больше. Посмотрите. Ого, да тут целый волонтерский автобус приехал, сейчас откапывает снег у какой-нибудь бабушки. Друзья, ну это потрясающе. Это очень приятно, когда наши ряды пополняются огромным количеством людей, которые хотят делать добро на благо общества. И обязательно приводите с собой друзей, ведь они будут рады этому событию. 10 лет развивается система поддержки добровольцев Алтайского края, которая включает в себя мероприятия, проекты, конкурсы и даже целые онлайн-академии. Система позволяет организовывать площадки для создания, а главное, реализации проектов, посвященных идеям добровольцев в различных сферах. Десятилетие, друзья мои, это только начало. Но при этом это же и заслуга всех добровольцев Алтайского края. Дорогие друзья, это наш праздник. Ни для кого не секрет, что у истоков создания системы поддержки добровольчества в Алтайском крае стояла Екатерина Викторовна Четошникова. Ныне начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. И сегодня она присутствует в нашей студии. Екатерина Викторовна, доброго вам юбилейного дня. Здравствуйте. Екатерина Викторовна, сегодня мы с вами находимся здесь, а тысячи зрителей находятся по ту сторону экрана. Что ж, вам слово. Дорогие друзья, любимые добровольцы. От всей души поздравляю вас с замечательным праздником, Всероссийским днем добровольчества. Но в этом году в Алтайском крае еще один праздник, десятилетний юбилей системы добровольчества. Я помню, как все начиналось. Я помню наши маленькие проекты. И я с удовольствием горжусь и говорю сейчас каждому о том, какие замечательные инициативы и огромные проекты реализуют добровольцы нашего региона. Друзья, 10 лет – это всего лишь первая ступень. Впереди нас ждет очень много интересного. Нас тысячи, и я уверена, что это только начало. Будьте инициативными, верьте в свои силы. Пожалуйста, объединяйтесь, дружите. И, конечно же, все у вас получится. Я от всей души желаю вам всего самого доброго. Дорогие добровольцы, с праздником! Екатерина Викторовна, есть отличная идея. Давайте сегодня, говоря о десятилетии, определим основные события каждого года, а также выявим человека этих самых лет. Вы называете ключевые моменты, а компьютер при помощи специальной технологии определяет того, кто внес наибольший вклад в дело становления волонтерства на Алтае именно в указанном году. Ну что, попробуем? Давайте попробуем. Отлично. Ну что, тогда я хочу попросить вас озвучивать самые яркие моменты десятилетия. В 2010 году состоялся первый слет добровольческих объединений «Вместе мы, добровольцы Алтая». Это было в мае, а в декабре мы провели первый слет добровольческих объединений нашего региона. Таким образом была построена инфраструктура добровольчества в течение года. Ну что, дорогие друзья, загружаем наши данные в компьютер. Он будет сканировать и определять человека года 2010. Ну что, давайте загрузим и посмотрим, кто же у нас стал волонтером 2010 года. Внимание! Волонтер 2010 года – Егор Шавейко. Надежный человек, ответственный волонтер. Ну что ж, Егор, мы искренне поздравляем вас с десятилетием системы добровольчества. Вы волонтер на 100%, мы в этом ни в коем случае не сомневаемся и хотим отправить вам памятный подарок. Здравствуйте, возьмите посылочку данного сибирца, пожалуйста. Привет, Алтай. Ай, ну как ты? Мне бы стать Гарри Поттером, смотреть на твои карты и видеть твои контуры. А я здесь в доску свой, со снегом и листвой. Когда улыбнется прохожий, когда лупит грозой. Могу грудью дышать, могу залезть в шарф. А ты так смотришь и глазами водишь не спеша. Где-то шумят трамваи, на подоконнике кот. И все хорошо, так не знаю. И в реках молоко. Ну что ты скажешь об этом? Это билет на край света. И если пишут поэты сонеты кому-то, то где-то в твоих горах. И ты от лета до лета, на рафтах и велосипедах. На сноуборде ты модно одет и спешишь запустить змея в облака. И если надо, ты молод, и не стареешь, как Питер Пен. Неважно степь или город, но есть общий провод, а значит есть повод спеть. Алтай, давай поболтаем с тобой. А что? Давай. Давай. Тогда я на лавочке жду, выходи, кеды надевай. На спорт вместе прыгнем через забор. Где-то там за забором у нас с тобой вырастают дома. И нас сводит с ума Алтай. Ну что ты думаешь, братец? Хотел спросить тебя, кстати, Что если сядем мы в катер куда-то покатим, Туда, где горит рассвет. Мне тоже нравятся очень твои просторные ночи. И в отдаленные точки заскочим, посмотрим, что хочешь, Алтай. Привет! Ты попросил и для друга Танцую с лебедесвой балет. Не важно лес или горы, но есть общий провод, а значит есть повод спеть. Алтай, давай поболтаем с тобой. А что? Давай. Давай. Тогда я на лавочке жду, выходи, кеды надевай. На спорт вместе прыгнем через забор. Где-то там за забором у нас с тобой вырастают дома. И нас сводит с ума. Алтай. Где-то в тени лесов и кедровых лап, до наших дней, со времен керосиновых ламп. От ледников до жары, чтоб ловить асфальт, когда у два в крови и не хочется спать. Когда крутил головой, повсюду искал добрых людей, выточенных водой искал. Значит, ты взял чемодан и пересек простой алтайский мир городов и сел. Алтай, давай поболтаем с тобой. А что? Давай. Давай. Тогда я на лавочке жду, выходи, кеды надевай. На спорт вместе прыгнем через забор. Где-то там за забором у нас с тобой вырастают дома. И нас сводит с ума. На спорт вместе прыгнем через забор. Где-то там за забором у нас с тобой Вырастают дома и нас водит с ума Алтай Алтай, привет! Субтитры сделал DimaTorzok Пишите свои варианты ответов туда, друзья И, кстати, обратите внимание, подарки уже вас ждут Поэтому давайте будем играть честно, открыто и с большим-большим азартом Ну что, друзья, играем конкурс «Угадай, где это?» И наши изображения появляются на экране И вам первая текстовая подсказка Волонтеры этого события можно узнать по яркой фиолетовой футболке Ну что, догадался, может быть, кто-то? Ну вот вам еще немного подсказок, дорогие друзья Волонтеры не только помогают в проведении этого мероприятия, но еще и сами являются его участниками А еще про него говорят, что это самое лучшее начало лета Ну, правда, в этом году была небольшая заминочка, но это было лучшее начало осени, друзья Ну что, угадали или нет? Я думаю, что уже есть ответы в нашем телеграм-канале, друзья Мы собираем до конца наш пазл Вот такой вот он Ну давайте посмотрим, кто же у нас ответил на этот вопрос Первым и увидим наши ответы Ну а пока я предлагаю вам вновь посмотреть на эти фотографии И окунуться в ту самую атмосферу добровольчества, волонтерства Наших больших, крупных, очных мероприятий, на которых мы так часто с вами существовали Ну что, друзья, продолжайте писать свои ответы Напоминаю вам подсказки Волонтера этого события можно узнать по яркой фиолетовой футболке И действительно, друзья, все верно, это АТР Лидия Васильевна была первой, кто правильно ответил на этот вопрос И она побеждает в этом раунде Ну что, друзья, двигаемся дальше И на очереди у нас следующее изображение Итак Это мероприятие проходит ежегодно Самые маститые волонтеры должны были вообще узнать его с одного пазла Идем дальше, еще одна подсказка для вас В рамках этого события волонтеры презентуют свою деятельность за год Ну что, кто-то уже наверняка догадался И написал ответ в Телеграме, друзья Если нет, то вот вам подсказка еще одна Проходит в декабре Ровно как и наше сегодняшнее мероприятие Ну что, ждем вашего ответа прямо в Телеграм-канале И собираем до конца этот пазл И там на картинке даже есть небольшая подсказка Если вдруг никто не сумел догадаться Ну а прямо сейчас посмотрим, кто же у нас победил в этом раунде, дорогие друзья Кто смог правильно отгадать, что же это за мероприятие, которое проходит в декабре И где волонтеры презентуют свою деятельность за год Ну что, друзья мои, это, разумеется, определенное волонтерского рода событие, которое проходит в декабре Да, и кто-то прямо его узнал Это слет добровольцев Анастасия Одинцова одерживает победу в этом раунде И, видимо, в дате «да» означает, что она невероятно по нему соскучилась И невероятно сильно его любит Ну что же, друзья, и в завершении еще один вам такой ребус Первая картинка выглядит таким образом И вот вам подсказка в виде текста Компания по набору волонтеров на этот праздник установила новый рекорд Среди подобных мероприятий по числу поданных заявок от кандидатов Волонтерами на этом событии захотели стать 177 тысяч человек Один из волонтеров этого события приехал на него за 16 тысяч километров Ну а символом мероприятия, как вы уже могли догадаться, стал волк по имени Забивака Ну здесь уже все довольно просто, дорогие друзья Вы должны обязательно догадаться и написать, что же это за событие Ведь здесь абсолютный спектр всех подсказок уже перед вами И потрясающая волонтерская форма, и сам волк Забивака И, если что, у него на груди написано как раз-таки название этого события Ну что, давайте посмотрим, кто у нас был первым и кто отгадал это мероприятие Кто первый написал о нем в наш чат И это Екатерина Токсанова, это чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России Все верно, дорогие друзья И наверняка многие из вас тоже были волонтерами на этом событии Ну что, вы же понимаете, что сегодня все площадки города Барнаула И лучшие артисты Алтайского края танцуют вместе с вами Итак, на большой сцене Лариса Дэнс Шоу 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 Как же быстро пролетел этот год, правда же, Екатерина Викторовна? Ну что же, переходим к ключевым событиям года 2011. В 2011 году нам стало понятно, что добровольцев нужно учить. Так появился трехмесячный образовательный курс онлайн-академии «Я доброволец». Также в 2011 году впервые на Международном молодежном управленческом форуме АТР появилась площадка добровольчества. Именно благодаря работе этой площадки в конце 2011 года на Международной конференции в ООН была представлена инфраструктура развития добровольчества Алтайского края. Ну что, друзья, мы снова загружаем все данные в нашу специальную программу, которая с помощью современных технологий определит волонтера 2011 года. Ну что, давайте узнаем, кто же это. Внимание, друзья! Итак, волонтер 2011 года Диана Викторовна Коречникова, участник от Алтайского края на конкурсе «Доброволец России». И она стопроцентный волонтер. Ну что ж, подарок на память о юбилее отправляем Диане. Диана Викторовна Корректор А.Егорова Диана Викторовна Корректор А.Егорова Во все времена волонтеры в благодарность за свою работу слышат «спасибо». Такое простое, но очень важное и приятное слово. «Спасибо» бывает разным, но всегда остается очень ценным для тех, кто помогает другим, для добровольцев. Всего вам доброго, всего вам хорошего, красивого, счастливого, умного, здоровья вам всем. Всего благополучия, чтобы вот это все скорее кончилось. «Спасибо вам большое!» «Спасибо вам большое! Вот у нас действительно такая ситуация, что нам нужна помощь. Все нормально?» «И хорошо, что помогаете, потому что вот сейчас по моему звонку соседка по даче, она в городе живет, тоже вам звонит. Ей 74 года, но она с хроническими заболеваниями». «Очень удачная подетка была, очень быстрая, очень интересная. Без вас невозможно!» В рамках марафона добровольческих объединений, который проходил с 1 по 4 декабря, прошел конкурс на самую забавную историю о добровольчестве. А самые интересные из них получили памятные подарки. Истории с упоминанием волонтерских отрядов, волонтерских мероприятий и ваши личные истории были просто великолепны. И мы ими действительно наслаждались. Я, дорогие друзья, всем советую их прочитать в официальной группе ВКонтакте, ресурсного центра добровольчества. Ну а сейчас, дамы и господа, я предлагаю вам сыграть в игру. Победитель получит, разумеется, классный подарок, который мы вам всем приготовили. Ну а сейчас я хочу с помощью генератора случайных чисел найти нашего игрока. Дело в том, что перед началом нашего мероприятия каждому из добровольцев мы раздали уникальный порядковый номер. Всего таких добровольцев, участников нашего марафона, было 925. И сейчас мы выберем случайным образом того человека, который примет участие в нашем конкурсе. Поэтому поглядывайте на телефон и, возможно, это будете вы. Ну что ж, друзья, генератор случайных чисел решил, что участник под номером 606 выйдет сейчас с нами на связь и сыграет в игру. Прямо сейчас мне уже отправили его контакты и я буду выходить с ним на связь. Ну что ж, дамы и господа, проверяйте свои телефончики и мы уже делаем звонок. Итак, мы вам звоним, дорогие друзья. Смотрите на свои телефоны. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, кто вам сейчас звонит? Да, знаю. Вы смотрите трансляцию, да? Да, сейчас смотрю. Потрясающе. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, здравствуйте. Вы из какого отряда, из волонтерского объединения? Я являюсь волонтером Победы. Волонтер Победы. Потрясающе. Алексей, хотите выиграть подарок в нашей игре? Конечно. Отлично. Тогда сейчас у вас будет простое задание. Я буду вам говорить некоторые факты, а вы должны мне отвечать. Правда ли такое было или это все вымысел? Договорились? Да. Отлично. Ну что ж, тогда начинаем. И первый факт. Алексей, специально для вас. В 2019 году команда правительства Алтайского края сыграла в футбол с командой волонтеров. Так ли это? Было ли такое? Давайте. Было. Вы говорите, что это было? Или говорите, давайте, что вы хотите сыграть? Правда. Это было правда, да? Ну что ж, друзья. Алексей абсолютно прав. И действительно, было так, да еще и как. Команда правительства Алтайского края сыграла. Она выиграла в команду волонтеров со счетом 5-1. Ну, разнесла так разнесла. Алексей, поздравляю с первым вопросом. Вы потрясающе справились, двигаемся ко второму. Звучит он так. В Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году было задействовано около 5 тысяч волонтеров. Так ли это? Действительно ли такое число волонтеров было задействовано? Да. Да, вы говорите, что да. Да. Отлично. Алексей считает, что действительно на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году было задействовано около 5 тысяч человек. Алексей, к сожалению, а возможно и к счастью, вы были неправы. А знаете почему к счастью? Потому что волонтерами на этом мероприятии стали сразу же 25 тысяч человек. Поэтому этот факт неверен. Алексей, вы немножко промахнулись. 25 тысяч человек были на этом мероприятии. Но ничего страшного, Алексей. Мы дадим вам еще одну попытку. Договорились? Да, конечно. Отлично. Смотрите. Наш третий факт специально для вас. Площадка добровольчества форума АТР в 2021 году, то есть на следующий год, отметит свое десятилетие. Это правда? Да. Алексей, вы уверены в своем ответе? Да. Ну что ж, менять не будем никак. Это правдивый факт. Да, это правдивый факт. Отлично. Алексей, я вас поздравляю. Вы были полностью правы. Это действительно так. Этот факт абсолютно правдивый. Алексей ответил у нас на два вопроса из трех. И, разумеется, он получит свой подарок. Потому что, ну, большинство всегда побеждает. Меньшинство, как в этом случае, дорогие друзья. Ну что ж, Алексей, спасибо большое за участие. Ну а вы будьте готовы, потому что у нас будут еще бонкерсы для вас, дорогие друзья. Продолжаем исторический экскурс, Екатерина Викторовна. Вам слово про 2012 год. В 2012 году добровольчество Алтайского края вновь было представлено на международном уровне. Состоялось выступление на международной конференции Международной ассоциации добровольческих усилий ЯВЭ в Лондоне. Также в 2012 году появился Алтайский центр развития добровольчества как юридическое лицо. 2012 год. Давайте посмотрим, что нам скажет компьютер, обработав наши данные. Кого же он выберет волонтером 2012 года? Ну что ж, все, внимание на технику. Итак, друзья, волонтер 2012 года, стопроцентный волонтер, стопроцентный доброволец Светлана Алексеевна Литвинова за вклад в создание Алтайского центра развития добровольчества Светлана Алексеевна получает памятный подарок. Светлана Алексеевна Добровольчество было всегда, вне времени, всегда там, где нужна помощь, оказываются люди, готовые ее предоставить. Людям и свет, и радость приносить. Как здорово слова знаменитой песни, на которой несколько десятков лет и сегодня отражают миссию добровольчества. Давайте все вместе эту песню вспомним. Светлана Алексеевна Литвинова Мой милый друг, гордись своей судьбой, книги напишут и о нас с тобой. Жизнь это я, это мы с тобой, жить и гордиться своей судьбой. Судьбой людям и свет, и радость приносить, жить надо так, чтоб небо не коптить. Замечательная песня, замечательные кадры. Кстати, друзья, если кто-то из вас нашел себя на них, обязательно дайте нам об этом знать в чате Телеграма. Очень интересно уж это будет информация нам всем. Ну а если вы нашли знакомого, то это блестящий повод передать им привет. Прямо сейчас напишите своему другу-волонтеру, с которым, возможно, давно не общались и скажите «Привет, я так рад был увидеть тебя с экрана, а теперь давай немножко с тобой поговорим». Ну что, друзья, присылайте приветы также в группу ресурсного центра добровольчества ВКонтакте, и они обязательно появятся в нашем сегодняшнем эфире. Ну что ж, друзья, а мы едем дальше, я предлагаю еще одну разминку для вашего ума. Итак, у нас вновь готовы подарки для каждого из вас, и снова с помощью генератора случайных чисел мы выберем наших игроков и подключим их через систему Zoom. Итак, друзья, у нас появляется генератор случайных чисел, и мы находим двух наших участников. Ну что, поехали. 606, как вы помните, был прошлый участник, а новый участник под кодовым номером 721. Мы обязательно ждем его присоединения в Zoom. И еще один участник под номером 887. Друзья, открывайте скорее Zoom и ждите туда своих звонков, и присоединяйтесь к нашей игре. Ведь мы подготовили потрясающую, такую интересную, яркую и красочную интерактивную штучку. А сейчас я немножко познакомлю вас с правилами, для того, чтобы вам, как зрителям, было наверняка интересно. А вот и наши дорогие участники. Ребята, привет! Привет! Безумно рад вас видеть. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут, откуда вы и чем вы занимаетесь в волонтерской деятельности. Поехали! Меня зовут Катя, я из города Парниу. Я помогаю волонтерам организовывать разные мероприятия. Отлично! Екатерина, кто рядом с вами? Давайте мы познакомимся и... ...с еще одной нашей участницей. Как вас зовут? Меня зовут Арина, я из города Новоалтайска, являюсь волонтером волонтерского отряда «Сердце к сердцу». Потрясающе! Что ж, это очень великолепно. Друзья, теперь я предлагаю вам сыграть в нашу игру. Смотрите, перед вами будут различные фотографии из мира волонтерской жизни. Ваша задача будет найти в них отличия. И кто первым назовет мне все отличия на этой картинке, тот и победит в нашем сегодняшнем конкурсе. Ну все, поехали! Кто первый готов отвечать, сразу говорите напрямую. Там медведь, тут молк, шляп. Там медведь, тут молк. Отлично, второе отличие нашли. Человечек какой-то лист, там его нет. Да, это Саб-Зиру, это не просто человечек. Там отличается. Кроссовок, один белый кроссовок, другой оранжевый. Отлично, друзья. Ну что ж, потрясающе. Мы нашли все пять отличий. Давайте еще раз по ним пробежимся. Это отличие медведь от собачки. Это Саб-Зиру на одной картинке, которая есть на другой. Нет, это шляпка. Отсутствие, значит, эмблемы. А также один кроссовок закрыт снегом, а другой нет. Потрясающе. Наши модераторы учли ваши ответы, и мы будем двигаться дальше. Пожалуйста, дайте нам еще другие картинки. Девчонки, напрягаем, извилины. Смотрим, что здесь. Также пять отлично. Надписи на все отличаются. Потом на люфе что-то вот. И здесь какие-то вот на небе. Отлично. Да, девчонки, все верно. И на здании разные надписи. А какие надписи на здании вы видите? А у меня пропал ваш экран почему-то. Продается. Продается написано, по-моему, а там ничего. Да, действительно, продается. Знали бы вы, что это за знание, посмеялись бы вдвойне, ребята. Ну, есть, может быть, кто-то и узнал. Отлично, да. Отличается мешок, все верно. Отличается количество значков у девочки на ее куртке, либо это бойцовка, не могу точно определить. У нас есть НЛО, где-то его нет. Надпись продается. И мешок. Все верно, друзья. А также повязка на глаз. Вы нашли пять ответов, девчонки, потрясающе. Пока у вас равный счет, подсказывает мне наш модератор. Теперь мы будем принимать ваши ответы по поднятой руке. Знаете, в зуме есть такая функция поднять ручку. Мы ей пользоваться сейчас не будем, это слишком тяжело. Просто поднимите руку у себя в экранах, я вас увижу и буду давать вам ответ. Возможность ответа. Хорошо? Хорошо. Потрясающе. Как только вы поднимаете руку, у вас будет 10 секунд, чтобы назвать все пять отличий с этих картинок. Приготовились? Да. Ну все, я вас верю. Поехали. Кто готов? Поехали. От сердца к сердцу начинают первые гости из Нового Тайста. Получается, котик в углу, надпись приемная комиссия. На столе другие отличия. То есть там какие-то вроде бумажки, здесь что-то стоит. Пока три. У тебя еще три секунды есть. Три секунды еще. Очки, очки на голове. Потрясающе. И последнее отличие. Три, два, один. Передаем слово дальше. Екатерина. У вас есть пять секунд, чтобы найти одно отличие. Ну, получается, у мужчины там на плече сумка висит, лямка, а на второй картинке ее нет. Потрясающе. Ну что, давайте еще раз пробежимся по всем отличиям, которые у нас будут. Татуировку вы, девочки, увидели уже, да? Это вот котенок по имени Гав на плече. Далее, надпись приемная комиссия. Это отличие номер два. Очки на голове у парня. Кстати, вот смотрите, на столе лежат бейджа, а на другом столе. Вот что здесь лежит, можете разобрать? И получится у вас. Очень ценный вообще-то продукт. Девочки, ну это гречка, девочки. Это одно из главнейших в нашей жизни блюд. Гречка и, конечно же, это лямка была. Вы были абсолютно правы. Ну что ж, знаете, пользуясь вот таким правом владельца этой игры, я хочу сказать, что победу мы присуждаем сразу вам обеим, потому что вы потрясающе справились с этим конкурсом, и вы большие молодцы. Большое вам спасибо за то, что вы занимаетесь волонтерской деятельностью, и хочется еще раз поздравить вас с праздником. Девчонки, будьте счастливы и делайте счастливыми других людей. Ну что ж, а мы продолжаем, дорогие друзья, и далее следим за историей становления добровольчества в Алтайском крае. Говорят, цифра 13 – неоднозначное число. Но давайте посмотрим, что нам скажет Екатерина Викторовна про 2013 год. В 2013 году появился проект БАМ – блок активной молодежи. Проект, который объединил десятки школ города Барнаула. Также в 2013 году впервые был проведен региональный конкурс доброволец Алтая. А в копилке Алтайского края появилась награда – гран-при конкурса доброволец России. Ну что, друзья, отличный год. Отличный год. Отличные дела. Кто же стал добровольцем в 2013 году? Кто стал человеком года? Давайте посмотрим с помощью наших специальных технологий. Поехали. Итак, доброволец года 2013. Надежда Владимировна Рыбакова. Обладатель гран-при Всероссийского конкурса доброволец России. И для Надежды мы отправляем памятный подарок. С праздником, Надежда! Вы стопроцентный волонтер. Ой, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, до Санкт-Петербурга когда посылочка дойдет? Дойдет. Санкт-Петербург Валенки да валенки, ой, да не подшли ты, стареньки. Валенки да валенки, ой, да не подшли ты, стареньки. Валенки да валенки, ой, да не подшли ты, стареньки. Нельзя валенки подшить, не к чему к милому ходить. Валенки да валенки, ой, да не подшли ты, стареньки. Ой, ты, Коля, Оля, Николай, сиди дома, не гуляй. Не ходи на тот конец, ай, не дари девкам колец. Валенки да валенки, ой, да не подшли ты, стареньки. Чем подарочки дарить, лучше валенки подшить. Судьи люди, судьи бог, как же я любила. Валенки да валенки, ой, да не подшли ты, стареньки. Валенки да валенки, ой, да не подшли ты, стареньки. Что ж, друзья, с нами на слёте была Елена Багина с композицией «Валенки». И знаете, дарю вам сейчас идею. Валенки для какого-нибудь мерча на волонтёрском событии. Представляете, как это будет круто, прям так чисто по-сибирски. Ну что, друзья, шагаем дальше, прям в валенках. Волонтёров десятки тысяч в Алтайском крае, а ещё больше по всей нашей стране. Сейчас, в период пандемии, мы узнаем их даже в маске. Мы можем определить их по добрым глазам. Ну и всегда мы будем знать, что под маской обязательно скрывается улыбка. А вот что, если при помощи специальных технологий мы изменим образ волонтёра? Сможете ли тогда вы его узнать? Вот это, кстати, очень интересно. Давайте мы попробуем с вами в этом посоревноваться, в этом поиграть. Ничего страшного, я в любом случае буду вам в этом во всём подсказывать. Поэтому, друзья, прямо сейчас я бы хотел пригласить вас поучаствовать в этом конкурсе в нашем Телеграм-канале. Все ответы, которые будут приходить к вам в голову, пишите обязательно туда. Вот QR-код на переход в чат участников. Если вас там ещё нет, обязательно воспользуйтесь им. И, ну что, друзья, давайте попробуем. И вот вам первая картинка. Здесь мы зашифровали волонтёра, довольно известного, возможно. И если вы отгадаете, кто это, то пишите сразу же в наш Телеграм-канал. Мы просто изменили ему образ, и всё. Давайте, хорошо, начнём ещё с подсказок, которые я обещал вам всем делать. Этот волонтёр победитель грантового конкурса «Росмолодёжи» в 2020 году. Если угадали, пишите обязательно. Если нет, вот вам ещё одна подсказочка. Это волонтёр третьих зимних юношеских олимпийских игр в Лозанне, которые проходили в Швейцарии. А вот ещё одна картинка для вас, друзья. Вот так вот этот волонтёр мог бы выглядеть во время определённого образа. Также этот волонтёр студент четвёртого курса «Алтго», учится на журналиста. Ну и давайте прям вообще колоссально понятная подсказка для всех вас. В данный момент он ведёт какое-то мероприятие где-то. Мы, кстати, пока ещё не знаем, но, может быть, он сам про себя ответит и скажет нам. Ну что, узнали, кто этот волонтёр? Тогда пишите скорее в Телеграм-канал, Телеграм-чат. Мы выведем ваш ответ на экран, и вы без подарочка у нас точно не останетесь. Ну что, друзья, напоминаю вам вот этого человечка. Победитель грантового конкурса «Росмолодёжи-2020», волонтёр третьих зимних юношеских олимпийских игр в Швейцарии, в Лозанне. Студент четвёртого курса классического вуза города Барнаула. И в данный момент он ведёт какое-то мероприятие. Если вы до сих пор не угадали, то становится немножко обидно, если честно, друзья мои. Вот вам огромная подсказка сейчас, которая была. Ну, конечно же, спасибо большое, Катя. Екатерина Токсанова отгадала. Это Артём Тарасов. Это я. Так приятно, друзья, что хоть кто-то меня знает. Спасибо вам большое за участие в нашем конкурсе. Он будет далеко не последним за сегодня, друзья. Ну, а мы продолжаем двигаться по вехам истории движения добровольцев в Алтайском крае. Пожалуйста. Год 2014. Какими великими делами он записан в историю? В 2014 году состоялись 22-е Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. Тысяча волонтёров Алтайского края стали организаторами эстафеты Олимпийского огня. А копилка наград Алтайского края пополнилась ещё одним знаком. Знаком общественного признания за вклад в развитие добровольчества. 2014 год. Олимпийский год. Как же. Помним-помним. Осталось только загрузить всю информацию и узнать, кто же стал волонтёром года в 2014. Ну что, друзья, всё внимание на наши современные технологии. Итак, волонтёр года 2014. Татьяна Викторовна Игитова. Вклад в проведение эстафеты Олимпийского огня. И Татьяна Викторовна получает памятный подарок в честь юбилея. Она стопроцентный волонтёр. Татьяна Викторовна. Ну что, друзья, подарков у нас ещё много, и я хочу предложить определить ещё одних их обладателей. Предлагаю вновь воспользоваться генератором случайных чисел, определить наших участников и пригласить их прямо к нам в трансляции для того, чтобы поучаствовать в нашей небольшой викторине, друзья. Итак, мы вновь включаем генератор случайных чисел. А счастливчиков выберем из числа участников марафона, которыми стали более девяти сотен человек. Ну что, друзья, от одного до девятьсот двадцати пяти мы выбираем случайного участника. Этот участник под номером восемьсот один, а также его партнёр под номером семьсот двадцать один. Что же, друзья, я приглашаю вас к нам подключиться в трансляцию в зуме. Прямо сейчас мы с вами сыграем в одну интереснейшую игру, которой сегодня ещё не было. Здесь будет довольно приятное пространство. Ну что, а вот и наши участники. Здравствуйте, девочки! Давайте будем знакомиться. Как вас зовут? Итак, София, здравствуйте! Из какого вы отряда? Чем занимаетесь? Волонтёры-медики, я правильно вас слышал? Отлично! Безумно вами горжусь и восхищаюсь вашим движением. Что ж, кто же сегодня играет с вами в паре? Здравствуйте, меня зовут Александра. Привет, Александра. Я для вас волонтёра могу сказать, что вы можете найти на миссию колледжа. Потрясающе! Девчонки, расскажите, какие последние волонтёрские события у вас произошли? Наша акция «Мы вместе». Да, разумеется, акция «Мы вместе». Александр, что было из последних волонтёрских движух, как мы приняли говорить это всё? Что происходило у вас? Я не слышу. Что происходило у вас из волонтёрских движух? Чем вы занимались волонтёрской деятельностью в последний раз? Что ж, хорошо. Александр, вы нас плохо слышите, я правильно понимаю? Зато мы слышим вас потрясающе. Но сейчас давайте я тогда объясню вам правила конкурса. Это никак не помешает. Вы будете на них отвечать в любом случае. Смотрите, ваша задача будет найти лишнее из того, что мы вам предложим на экране. Просто найти лишнее и это лишнее как раз назвать. Ответы мы также принимаем по поднятой руке. Как только поймёте, что здесь будет лишнее, сразу же говорите нам. Договорились? Поехали. Отлично. Александра, что здесь по-вашему? Я думаю, что это лишняя вседозволенность. Вседозволенность. Что ж, давайте увидим правильный ответ. Разумеется, ответственность, доброжелательность, бескорыстие – это всё признаки волонтёра. А вот вседозволенность – нет. Точно нет. Ну что ж, девочки, давайте ещё одну попробуем с вами сыграть. Перед вами сейчас появятся четыре картинки. Что здесь лишнее? Отлично. София, пожалуйста. Четвёртое. Четвёртое. Да, потому что Гелендваген не является частью волонтёрской формы и волонтёрской раздатки. Ну, хотя хотелось бы на самом деле, если когда-нибудь такое произойдёт, волонтёры не откажутся, если что, друзья. Вот вам на заметочку. Ну что ж, девочки, вы дали по одному верному ответу. Значит, сейчас мы с вами разыграем гран-при нашего конкурса, нашей викторины. Поэтому будьте внимательны и поднимайте ручку сразу же, как только поймёте. Ну что, четыре картинки перед вами. Какая лишняя? Итак, хорошо, давайте первым у нас подняла руку София. София, вам слово. Первая лишняя. Первая лишняя. Хорошо, давайте тогда примем ещё вариант Александра. Александра, по вашему мнению, какая лишняя? Первая лишняя. Первая лишняя. Давайте скажите, почему. Ну, потому что первая – это Олимпийские игры, да? Так, да. А всё остальное – это мероприятие волонтёров. Хорошо. Так, давайте тогда, Александра, ваша версия, почему первая? Из-за этого же? Да. Девочки, вы уверены в своём ответе? Может, ещё будет третья лишняя, может быть. Хорошо, Александр, почему третья? Ну, потому что... Плоховато видно, но я думаю, там как бы все про спорт, получается. Везде Олимпийские игры или что-то такое изображено. А на третьем такого и особо нету. Ну что ж, Александра, я хочу вас порадовать, потому что это правильные ответы, абсолютно правильная логика рассуждений. Дело в том, что третье мероприятие было исключительно волонтёрским, а остальные были спортивными, на которых участвовали волонтёры. Что ж, девочки, спасибо большое за то, что вы участвовали в нашей игре. Это было очень интересно и забавно. И, разумеется, без подарков ни одна из вас не останется. Что ж, прекрасно, друзья. Но давайте дальше будем тогда с вами двигаться и продолжать изучать этапы становления добровольчества на Алтае. ДОБРОЛИЦЕЙСКОГО КРАЯ 2015-й. Половина. Медиана. Что же было сделано в пятый юбилейный год? В 2015-м году доброволец Алтайского края стал победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России». А также был создан волонтёрский корпус 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Да, это был ещё один... Ещё один год развития системы добровольчества ознаменован такими значимыми событиями, одно из которых выросло во Всероссийское общественное движение, а второе принесло в копилку наград алтайских добровольцев победу в самом главном конкурсе волонтёрских инициатив страны. Загружаем события в наш компьютер и определяем волонтёра 2015-го года, друзья. Поехали! Итак, волонтёр 2015-го года Ксения Николаевна Синеговская. Победа на Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2015». Ксения получает памятный подарок. Она стопроцентный волонтёр. Ну что, продолжаем отмечать замечательный праздник. День добровольца в России. Присылать друг другу поздравления, приветы. А может быть, вы хотите сказать спасибо знакомому волонтёру. Ну, конечно же, сегодня потрясающий повод, чтобы сделать это, друзья. Пишите приветы в телеграм-канале. Пишите приветы в группе ВКонтакте Центра развития добровольчества. И они обязательно появятся в нашем сегодняшнем эфире. Ну и обязательно говорите спасибо каждому добровольцу, с которым вы работали. Ну а я продолжаю наш праздник и хочу вновь вручить вам потрясающие подарки, друзья. И определить новых обладателей крутого мерча. Ну что ж, компьютер уже выбрал наших игроков. Давайте будем с ними знакомиться, друзья. Дорогие игроки, добро пожаловать в наш эфир. Мы будем рады вас видеть. Сейчас мы их определим. Итак, 194. Именно это число выбрал наш компьютер. И ещё один игрок под номером... Барабанная дробь сейчас была. 725, разумеется. И этих людей мы приглашаем к нам в эфир. Подключаем посредством нашего зума, дорогие друзья. Давайте мы с ними будем сейчас знакомиться. Итак, друзья. Что ж, сейчас мы определили нашего участника. И нам нужно будет дозвониться до него. Прямо сейчас я получу свой телефон и позвоню одному из наших участников. Ну что ж, друзья. Мы получили контакты нашей участницы. И прямо сейчас будем звонить ей. Помните нашу игру, где мы звонили одному из участников и спрашивали, правдивые были факты или нет. Здесь всё будет абсолютно так же. Ну что, друзья. Наш вызов идёт и мы ждём ответа. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, кто вам сейчас звонит? Да, конечно. Потрясающе. Вы смотрите нашу трансляцию? Да. Отлично. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы, чем вы занимаетесь. Расскажите всё-всё-всё нам. Я Горбанова Софья, живу в городе Барнауле и я волонтёр Победы. Волонтёр Победы. Потрясающе. Сонь, расскажи, пожалуйста, какое самое крутое событие было в твоей волонтёрской жизни? Если честно, они все классные. Было бы то какое-то мероприятие, связанное с помощью детям или ветеранам, или это патриотическая акция, или это концерт, слёт, форум. Все мероприятия по-своему очень крутые. Потрясающе. Сонь, ну вы занимаетесь великолепным делом вместе со своей командой. Ну что ж, и сейчас тогда я предлагаю вам поиграть. Вы готовы? Да, конечно. Вновь я буду называть вам какие-то факты. Вы должны говорить, правда это или вымысел. Правила простые, да? Всё понятно. Да, готово. Отлично. Сонь, тогда первое правило, первый этап, первый вопрос. Первый факт. Волонтёрами этапа Кубка мира по гребле на Байдарках и Кануэ в 2021 году в Барнауле станут более 300 волонтёров. Так ли это? Да, это так. Соня, вы откуда-то это уже знаете, да? Ну, не знаю, слышала о наборе волонтёров, но не знаю сколько, но думаю, да. А вы будете сами подавать заявку туда? Возможно. Невозможно, а точно, Соня, потому что ваш ответ был абсолютно верным, это правда, и я думаю, при заполнении заявки на участие в этом мероприятии в качестве волонтёра, это зачтётся вам как определённый бонус. Так что обязательно подавайте заявку. Отлично. Сонь, тогда двигаемся дальше, хорошо? Да, давайте. Кстати, вопрос про ваше движение. Волонтёры Победы существуют в 50 странах мира. Такое ли число? На данный момент да. На данный момент да. Знаете, Соня, а вот по нашей информации, которая не так давно обновилась, волонтёры Победы существуют в 68 странах, поэтому этот факт был вымышленным. Вы не слышали, да, о том, что ещё 18 стран так резко к нам присоединились? Не слышали? Ну, видимо, к сожалению, нет. Да, не к сожалению, это всё к счастью. Чем больше людей в волонтёрском движении, тем лучше, согласитесь? Конечно. Потрясающе. Но, как мы всегда делаем, это не повод расстраиваться. У нас ещё есть третий вопрос для вас. Вы готовы? Да. Итак, звучит он следующим образом. Волонтёры акции «Мы вместе» доставили 29 062 продуктовых набора в Алтайском крае. Со статистикой с такой знакомы? Я думаю, что эта цифра больше 30 тысяч. Больше 30 тысяч? Потрясающая вера в алтайских добровольцев. Ну что, мы принимаем внимание, что это ложный факт, на самом деле цифра куда больше, правильно? Да. Отлично. Соня, не знаю, я, наверное, вас сейчас расстрою. К сожалению, это неверный ответ, потому что цифры на экране, они действительно такие, какие есть. 29 062 продуктовых набора было доставлено в Алтайском крае. Но знаете, Соня, как вот Дамблдер делал в «Гарри Поттере», так сделаю я. За бескорыстную веру в алтайских добровольцев мы обязательно отправим вам мерч. И спасибо большое, что приняли участие в нашей викторине. Большое вам спасибо. Соня, и спасибо вам еще за ту работу, которую вы делаете. До новых встреч на волонтерских мероприятиях, где, безусловно, будем рады увидеться. До встречи, до свидания. До свидания. Ну что ж, друзья, вот такая у нас была викторина. Теперь у вас есть абсолютно новые знания. Я думаю, они станут для вас ценными. Ну а мы продолжаем шагать по летописи добровольчества Алтайского края. Продолжаем вспоминать ключевые моменты. На очереди год 2016. В 2016 году мы впервые провели совместный слет добровольческих объединений и поисковых отрядов Алтайского края. Именно тогда появилась традиция проводить слет патриотических объединений «Молодые патриоты Сила Сибири». Ну что ж, друзья, наш компьютер снова загружает информацию, и ее так много, что я боюсь, что он зависнет. Но ничего страшного, это современные технологии, они готовы ко всему. И давайте уже определим волонтера года 2016. Итак, волонтер 2016 года Галина Андреевна Берлизова. Вклад в организацию объединенного слета добровольческих объединений и поисковых отрядов. И Галина Андреевна Берлизова получает памятный подарок. Она стопроцентный волонтер. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сердце по-прежнему горько, по-прежнему. А сердце по-прежнему горько, что после свинцовой пурги. Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. Немало под страшною ношей, под страшною ношей, Легло безымянных парней. Но то, что вот этот Алеша, 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 Но то, что вот этот Алеша, известно болгарий сей. Но то, что вот этот Алеша, 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 Но то, что вот этот Алеша, известно болгарий сей. В долинам покоем объятым, ему не сойти с высоты, цветов он не дарит девчатам, девчатам, девчатам. Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. Привычный, как солнце и ветер, как солнце и ветер. Привычный, как солнце, как ветер, как небе вечерним звезда. Стоит он над городом этим, над городом этим, как будто над городом этим. Вот так и стоял он всегда, стоит над городом Алёша, Алёша, Алёша. В Болгарии русский солдат. Ну что, друзья, как ваши дела? Вот посмотрел видео и снова захотелось, чтобы мы смогли ходить друг к другу в гости, ну и, конечно же, навещать наших дорогих ветеранов. Ну а, к счастью, пока что мы с вами все равно можем собираться вместе с помощью онлайна, с помощью компьютеров и наших гаджетов. Поэтому давайте продолжать нашу интеллектуальную разминку на тему добровольчества. Мы уже знаем имена наших участников, и я приглашаю их к нам в эфир. Давайте будем с ними знакомиться. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Привет. Всем привет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, парни. Представьтесь, как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Захар, Алтайский промышленно-экономический колледж, Барнаул. Захар, ты каким родом волонтерской деятельности занимаешься? Волонтеры Победы. Волонтер Победы. Потрясающе. Ну что ж, и кто сегодня играет с тобой в паре? Сокоделов Сергей. Я из Барнаула. Волонтерский отряд «От сердца к сердцу». Волонтерский отряд «От сердца к сердцу». Сергей, чем вы занимаетесь? На чем вы профилируетесь? Профиль «Социальное волонтерство». Помогаем малообеспеченным, людям с ограниченными возможностями, ну и все такое прочее. Отлично. Парни, ну что ж, у нас сегодня день добровольца. Давайте вот в одном предложении поздравьте всех, кто вас сейчас видит с этим потрясающим днем. Захар, давай начнем с тебя. Я поздравляю всех с этим прекрасным днем. Желаю развиваться дальше, никогда не сдвигаться с пути и всем всего хорошего. Спасибо большое, Захар, взаимно. Всего тебе того же. Сергей, твое поздравление. Всех с праздником и хотел бы сказать, что занимайтесь тем, что вам нравится. Еще раз с праздником. Очень хорошие слова, Сергей. Спасибо большое. Ну что ж, парни, сейчас я предлагаю вам поиграть в нашу интересную арифметику по-добровольчески. Здесь будут примеры, ну почти как в школе, почти как математические, только с элементами добровольчества. Ну что, давайте попробуем. Перед вами сейчас есть, ну вот такая вот задачка. Что вы здесь видите? Что из этого может получиться? Чему это равно? Юлай, волк, юлайка. Захар, абсолютно верно, это юлайка. А кто такая юлайка? Это как? Это символ. Да, Сергей, что это? Талисман? Талисман, но чего точно не скажу. Возможно, в Олимпийских играх. Да, это талисман универсиады в 2019 году в Красноярске, друзья. Ну что, продолжаем дальше, да? Итак, перед вами еще появляются картинки, и вам нужно решить этот пример, парни. Давайте. Что вы здесь видите сейчас? Давайте начнем с этого. Юлайка плюс 10. 10 юлайк. 10 юлайк? Вероятно, Сергей, возможно, на 10 рублей мы можем найти 10 юлайка. Хороший курс сейчас. Так, парни, давайте продолжаем, продолжаем думать и размышлять. Если Юла и Волк было юлайка, а точнее это хаски, то если мы соберем юлу, хаски и 10 рублей, то что у нас получится? Ну не бойтесь, размышляйте вслух. Не бойтесь, размышляйте вслух, парни. Небольшая вам подсказка. Какой город изображен на 10-рублевой купюре? Красноярск. Красноярск. Отлично, ребята, давайте. Вы на правильном пути, вы уже близко. Если Юла и хаски это юлайка, то прибавляем к ним красноярский, получаем. Красноярский юлайка? Красноярская юлайка, ты никак никогда близок. Но давайте добавим еще одну подсказку. 2019 год, я уже говорил, что это? Универсиада. Ну конечно, Захар, конечно. Молодцы, парни, вы оба дали правильный ответ. Что здесь, что на предыдущий вопрос, это потрясающе. Это, конечно же, универсиада в Красноярске. Ну что, и третья задачка для вас, друзья. Внимание на экран. Что мы загадали здесь? Посмотрите, перед вами картинки. Захар, давай начнем с тебя, будем анализировать. Что изображено на первой картинке? Сбор волонтеров каких-то, возможно, мероприятие какое-то. Так, хорошо, вероятно. Сергей, на второй картинке что у нас изображено? На второй картинке девушка с футболкой с надписью «Волонтер». Отлично. Как вы считаете, логично было бы, что эта девушка станет волонтером этой большой команды? Вполне вероятно. Вполне вероятно. Возможно, она ей является. Возможно, она им и является, действительно. Так вот, такой вопрос. Как называют волонтеров, которые руководят командами, работают с командами, помогают им? Отряд, возможно, какой-то. Руководитель отряда, да. Руководитель отряда, Сергей? Руководитель отряда, я тоже самое скажу. Руководитель отряда, хорошо. Ну что ж, парни, представьте, что мы находимся с вами на большом мероприятии, на большом событии. И к вам приехала определенная делегация. Вы становитесь волонтером этой самой делегации. Как называется ваша волонтерская позиция? Вы знаете? Команда, отряд. Отряд? Ну да, пойди, отряд. Ну ничего страшного, ребята, сейчас я назову вам правильный ответ. Ведь наша викторина – это не только возможность показать свои знания, это еще и возможность получить новые. Что ж, правильный ответ здесь – это волонтер-аташе. Это волонтер, который помогает какой-либо команде, сопровождает их на протяжении всего мероприятия. Окей, парни, теперь у вас новые знания, да? Ну, конечно, познал. Отлично. Скажите, вам интересно было бы стать волонтерами Аташе? Возможно. Поработать с командами? Честно, связано с волонтерством, поэтому почему нет. Отлично, ребята. В принципе, конечно. Вы большие мальцы. Спасибо, Сергей, спасибо, Захар. Вы большие молодцы. И я желаю вам только успехов в вашей волонтерской деятельности, и чтобы вы обязательно побывали на каком-нибудь суперкрупном событии, крутым волонтером. Возможно, волонтером Аташе. И нашли себе новых друзей даже из другой стороны. Спасибо большое, парни, за участие. Вы обязательно получите свой мерч. Вы действительно были классны. Ну что ж, друзья, а мы двигаемся дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем листать страницы истории. Екатерина Викторовна, чем для вас запомнился 2017 год? В 2017 году добровольцы Алтайского края приняли участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов Сочи. А также появилось всероссийское движение серебряных добровольцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, год 2017. Кто же стал волонтером этого года? Нам помогут вновь определить наши современные технологии. И давайте мы это прямо сейчас узнаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, волонтер 2017 года Ольга Вландимировна Степанова, руководитель и основатель регионального центра серебряного волонтерства с 2018 года. Умеет одновременно размещать пост в соцсетях и защищать социальный проект. Она стопроцентный волонтер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова Смотри, как плазма течет Ради любви Все ведь еще впереди Трубы, труби о том Чтобы все дарили гемоглобин Практически на рассвете Привез свою кровь на скейте И солнце ему светит Матя до колена висит Вы главное верить в это Мы с вами вселенные дети Мы крови одной Так наш закон джунглей гласит Искры, добра, изглаз Ты поставщик тепла Подставь плечо, не будь ни при чем Смотри, как плазма течет Ради любви Все ведь еще впереди Трубы, труби о том Чтобы все дарили гемоглобин Искры, добра, изглаз Ты поставщик тепла Подставь плечо, не будь ни при чем Смотри, как плазма течет Ради любви Все ведь еще впереди Трубы, труби о том Чтобы все дарили гемоглобин Спасибо, Москва! Десять Девять Восемь Семь Шесть Волонтеры Алтайского края Разносторонние личности Они и помогать умеют И песни о добре могут сочинить Например, как Александр Волокитин Отличная же песня, правда? А может быть, кто-то из вас Тоже сочиняет песни о добровольцах? Тогда обязательно напишите об этом В наш чат Сообщите всем нашим участникам И тогда мы обязательно запустим ее Когда-нибудь на нашем большом Добровольческом слете Ну что ж, друзья Если вы все еще не находитесь В нашем чате участников Обязательно присоединяйтесь С помощью вот этого QR-кода И тогда вы сможете стать Участником одного большого события И вместе со всеми попереписываться там Ну а тем временем Подарочки вас уже ждут И чтобы принять участие В нашей следующей интеллектуальной разминке Вам обязательно нужно вступить В этот самый чат Что ж, я вновь предлагаю вам Угадать человека Внешность которого мы извинили При помощи наших специальных программ Смотрим на экран Угадываем Пишем свои варианты В наш телеграм-чат И обязательно-обязательно Старайтесь отгадать Кто здесь изображен, друзья Ну, как я и обещал Будут некоторые подсказки Что ж Этот человек готов лично Познакомиться с каждым добровольцем В регионе Он думает о добровольчестве 20 часов в сутки И даже 4 часа во сне Оп, обновилась картинка Друзья, отгадываем Как видите, появилась небольшая оборотка И этот волонтер Этот человек Входит в топ-10 Самых породатых волонтеров Алтайского края А вот Одно из моих самых любимых Изображений Его Что ж, этому дяденьке не хватает Он похож на моряка Ему не хватает только одного Большого леща Как мне кажется Да? А вот и вон Так вот получилось Что он действительно Еще и оказывается Любит рыбалку Ну что ж, друзья Еще одна подсказка для вас При женитьбе Этот волонтер Будет заключать Не брачный договор А соглашение О совместной деятельности Ну что, пишите свои варианты Ответов в наш телеграм-чат Мы выберем самый первый Который был правильным И обязательно сейчас Опубликуем его Перед всеми Ну а пока я буду наслаждаться Как и вы Этой потрясающей картинкой Посмотрите, какой Из него получится Классный рыбак Лет эдак Через 40 Будет своя яхта Будет классная бородка И, конечно же Его Лечь Ну что ж, друзья А вот и правильный ответ Дарья Левицкая Дала нам Это, разумеется Никита Федюнин, друзья Все абсолютно верно Спасибо большое За ваше участие В наших конкурсах Они не заканчиваются Они, разумеется, продолжаются Ну а мы Шагаем дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Один Ноль Добровольчество И волонтерство Оно объединило людей Разных возрастов Разных профессий В стремлении Делать добро Нам с вами По плечу Любые Самые сложные задачи И в этой связи Предлагаю Объявить 2018 год Годом Добровольца И волонтера Сегодня же Владимир Путин Подписал указ По которому 2018 В России Объявлен годом Добровольцы и волонтеры Лучше представить Люди, которые Тратят свое время На благо общества Волонтерское движение Об России Набирают оборудование Дополнительные рабочие руки Появились в детской Клинической больнице Имени Бурденко Волонтеры победы Волонгипаса Готовы для граждан Местных мероприятий В России В преддверии Дня Победы Стартовала акция Грюклевская лена Они точно дойдут до финала Волонтеры Самая веселая В первые годы Которые вы прощаетесь Волонтеры Событие стало фактом Признания важности Заслуг добровольческого Сообщества В масштабах всей страны А какими событиями Был наполнен Восемнадцатый год В Алтайском крае В 2018 году В Алтайском крае Появился региональный Центр серебряных добровольцев А также был разработан Федеральный образовательный Стандарт подготовки волонтера Именно в 2018 году Мы впервые провели Образовательный марафон Добростарты Также в рамках форума АТР В этот юбилейный год Состоялась вторая Международная конференция Добровольческих объединений Стран СНГ Да, 2018 год Был действительно знаковым Это год добровольца Дел много Но кто же все-таки стал Волонтером 2018 года Вновь узнаем С помощью наших Специальных технологий Человек года 2018 Ирина Сергеевна Рыбина Разработка тетради Проекты добра И проекта Добростарты Ирина Сергеевна Рыбина Стопроцентный Волонтер Здравствуйте Подскажите, пожалуйста Рыбина Ирина Сергеевна В каком кабинете? Восьмой этаж Ирина Сергеевна Спасибо большое Здравствуйте Ирина Сергеевна Ирина Сергеевна Ирина Сергеевна Вот знаете, я в память о различных волонтерских событиях храню обычно бейджи и уникальную волонтерскую форму. Вы ведь так же делаете? Обязательно поделитесь этим со всеми участниками в нашем чате в Телеграме. Покажите им свои достижения волонтерской деятельности, сфотографируйте форму и отправьте в чат. Давайте вместе посмотрим, кто где был и кто что хранит память об этих событиях. Ну а я сейчас хочу предложить пополнить вам коллекцию ваших сувениров памятными подарками от организаторов нашего слета. И для этого мне, как бы это странно здесь не звучало, вновь нужны добровольцы. Что ж, генератор чисел, покажи, пожалуйста, кто же с нами сейчас сыграет в интересную арифметику. Итак, участник под номером 355. Ожидайте сообщения себе, дорогие друзья, и подключайтесь к нам. И участник под номером 330. Также добро пожаловать в наш эфир и в нашу студию. Давайте будем с вами знакомиться. Итак, друзья, здравствуйте, добро пожаловать. Вы уже в эфире, мы рады вас приветствовать. Потрясающе. Ну что ж, давайте будем с вами сейчас знакомиться. Кто у нас в гостях? Молодой человек, давайте начнем с вас. Здравствуйте, меня зовут Позняков Максим. Я являюсь главным специалистом по делам молодежи в железнодорожном районе города Барнаул. Также я волонтер Победы. Всех приветствую. Потрясающе. Максим, привет, очень рад тебя видеть. На самом деле мы с Максимом частенько работали в наших волонтерских проектах. Макс, привет. Вот я сейчас передал привет, и вы также делаете в чате в Телеграме. Ну что ж, с кем сегодня Максим играет в паре? Здравствуйте, меня зовут Лиза, я волонтер-медик. Отлично, Елизавета и волонтер-медик. Друзья, ну я думаю, вы помните правила нашей игры. Сейчас перед вами появятся некоторые примеры, и вам нужно назвать правильные ответы в них. Ну что, смотрим на картинки, пожалуйста, они перед вами. Что здесь изображено? Давайте, где логика играет? Ну, это корзинка с продуктами и волонтер, который доставляет продукты на дом. Отлично. Если мы это сложим, то что у нас может получиться? Можно сказать, что? Акция, мы вместе. Разумеется, Лиза, все верно, это акция, мы вместе. Ты получаешь балл себе в копилочку. Отлично, вот именно так она и проходит. Ну что ж, Максим, не расстраивайся, еще есть шансы, еще догонишь. Ничего. Итак, новые картинки для вас, друзья, пожалуйста. Это чемпионат мира, который один из этапов будет проходить в Барнауле у нас. Абсолютно верно. Здесь мы загадали этап Кубка мира по гребле на байдарках и кануэ в 2021 году, который пройдет в Барнауле, друзья. Как вы видите, у нас была байдарка или кануэ, я, если честно, в них не разбираюсь, но у нас был бобер, который стал символом этих самых игр. Ну что ж, друзья, сейчас ответы я буду принимать по вашей поднятой руке. И это финальный раунд, который все и решит. Итак, картинки перед вами. Что это? Отлично. Максим, пожалуйста. Это волонтеры. Отличный ответ. Волонтер плюс волонтер. Это волонтеры. Хорошо. Давайте все равно познакомимся с версией Елизаветы. Лиза, что? Что здесь из-за волонтерства? Это волонтерство. Ну что ж, друзья. Я, наверное, обрадую и Максима, и Лизу, потому что все ответы здесь будут верными. Но что мы здесь конкретно загадали? Перед вами девушка-волонтер, перед вами мужчина-волонтер, волонтер плюс волонтер равно... Волонтерское объединение. Два волонтера, Лиза, конечно же. Два волонтера. Но из них тоже могут получиться волонтерское объединение. Максим, Лиза, поздравляю вас с праздником. Можете сейчас передать приветы своим друзьям и поздравить всех, кто причастен к нашей деятельности. Максим, давай начнем с тебя. Поздравь, пожалуйста, всех, кто сегодня здесь присутствует. Дорогие друзья, всех поздравляю с этим замечательным праздником. Всем передаю большой привет и желаю новых побед, как личных, так и общих. С праздником! Спасибо большое, Максим. Лиза, парочку слов от тебя. Я поздравляю всех своих любимых волонтеров-медиков. Всех, кто оказывает помощь всем нуждающим. Отлично. Спасибо огромное, Лиза. Спасибо большое, Максим. Вы обязательно получите свои подарки, потому что вы прекрасно справились с этим конкурсом. Вам я желаю успехов и тоже поздравляю вас с праздником, нашим общим Днем Волонтера. Ну что ж, друзья, а мы двигаемся дальше и все ближе и ближе становимся ко дню сегодняшнего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже сегодня здесь, в Барнауле, открываем первый в России окружной центр по подготовке добровольцев к юбилею Победы. Субтитры создавал DimaTorzok Объявляю праздник победы в каждом из нас открытым. Любая победа на полях сражений, или в мирное время совершается ради семьи. Человек, способный осознать, что победу ковали его родные люди, а не абстрактные солдаты, способен сохранить и передать память о великом подвиге на долгие годы. Прошлый год – яркий год. Теперь переходим к вехам, которые стали ключевыми в 2019 году. В 2019 году Алтайский ресурсный центр добровольчества прошел сертификацию Ассоциации волонтерских центров. Был дан старт проекту «Победа в каждом из нас». А также состоялось открытие окружного центра Сибирского федерального округа по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий «75-летие Победы в Великой Отечественной войне». Также в 2019 году был учрежден почетный знак губернатора Алтайского края за развитие добровольчества. Год 2019 наполнен яркими событиями. И вообще, как можно из такой массы определить всего одного человека? Но при этом мы же понимаем, что называя одного, мы подразумеваем деятельность одной большой команды. Ну что ж, мы загрузили наши данные и посмотрим, что же нам выдаст компьютер, кто стал человеком 2019 года. 100% волонтер года 2019 Максим Анатольевич Банных, координатор проекта «Победа в каждом из нас». И Максим Анатольевич получает памятный подарок. Здравствуйте! Здравствуйте, Лена, все три, а? Да-да-да-да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok День Победы Это День Победы Порохом пропад Это праздник С сединою на висках Это радость Со слезями на глазах День Победы День Победы День Победы Не смыкала наша Родина очей Дни и ночи Битву трудную вели Этот день мы приближали Как могли Это День Победы Порохом пропад Это праздник С сединою на висках Это радость Со слезями на глазах День Победы День Победы День Победы С праздником Дорогие ветераны Здравствуй, мама Возвратились мы не все По секунду пробежатся День Победы Порохом пропад Это праздник С сединою на висках Это радость со слезами на глазах День Победы, День Победы, День Победы Ни для кого не секрет, что волонтерам после каждого мероприятия вручают благодарственные письма Ну что ж, друзья, сейчас я вам вновь рекомендую обратиться к нашему чату в Телеграм Потому что сейчас мы снова с вами поучаствуем в небольшом интеллектуальном розыгрыше Посмотрите, пожалуйста, вот сюда У меня в этой стопке находятся благодарности, благодарственные письма, грамоты, сертификаты И вообще все-все-все, что можно, которые получил волонтер за 10 лет своей работы Ну что, друзья, ваша задача просто отгадать, сколько в этой стопке находится ценных бумаг Написать ответ в наш Телеграм-канал И кто окажется ближе всех, тот и победит в нашем конкурсе и получит потрясающий мерч для себя, друзья Вот такая стопка грамот, довольно объемная Но я думаю, вы, как волонтеры, уже должны были научиться различать количество грамот, находящихся в портфолио Это у вас должно уже быть где-то на подкорке сознания Вы же опытные волонтеры, вы же часто занимаетесь этой деятельностью И мне кажется, друзья, что у вас такое могло скопиться, ну, годика за два, например Сейчас где-то заслуженно лежат эти грамоты Я боюсь вообще представить, что этот волонтер будет делать, если захочет все свои грамоты поместить в рамки Но у него явно не хватит дома, квартиры И вообще, мне кажется, из этого можно будет выстроить огромный-огромный какой-то, не знаю, небоскреб Ну что, друзья, ваши ответы мы принимаем в Телеграме Самый близкий к нашему варианту количества ценных бумаг здесь Мы обязательно примем и выведем к нам на экран И они уже вот-вот будут готовы, уже вот-вот будут получены Так вот, друзья, но мы-то с вами все равно прекрасно понимаем, что не грамота самое главное в деятельности волонтера А это отдача, это то, что мы приносим людям радость И то, что мы испытываем, когда мы эту радость им отдаем Вот Ну а грамоты? Грамоты хороши, когда вы подаетесь на стипендию, например Вот Ну, либо если... Вообще, я предлагаю волонтерам за такие грамоты Серебряным волонтерам за такие грамоты увеличивать еще и пенсию Я думаю, сейчас меня в чате поддержат люди Да и вообще, всем, кто занимается волонтерством, будет очень круто Друзья, а вот и у нас есть самый близкий ответ к нашему... к нашему количеству грамот 2754 грамоты насчитала здесь Дарья Левицкая Ну что ж, друзья, на самом деле все цифры, которые были указаны у Дарьи, абсолютно верные Правда, расположены они немножко в другой последовательности Правильный ответ 2574 грамоты находятся в нашей стопке, дорогие друзья Мы поздравляем Дарью, она прекрасно справилась с этой задачей Это уже второй балл в ее копилке достижений И она получает прекрасный мерч нашего марафона Ну а мы с вами, дорогие друзья, двигаемся дальше и переходим к следующему этапу развития добровольчества в Алтайском крае Ребята, вы просто супер! Вы такие молодцы, делаете отличное дело, заботитесь о бабушках и дедушках Которые не могут сами сходить и купить себе продукты или сходить и купить лекарства Я по себе знаю, у меня тоже бабушка старенькая Я бы очень хотела, чтобы, если у меня не будет такой возможности, то были люди, которые позаботятся о ней В общем, вы крутые и вы вдохновили меня нарисовать такую картинку для вот этой большой акции И вот он, юбилейный десятый год Екатерина Викторовна, что в фокусе добра за год 2020? В 2020 году добровольцы всей страны объединены общероссийской акцией взаимопомощи «Мы вместе» В Алтайском крае успешно работают 69 муниципальных штабов общероссийской акции Именно они объединены Алтайским ресурсным центром добровольчества Ну что, Екатерина Викторовна, спасибо вам огромное за добрые слова А теперь волонтеры десятилетия поздравят Екатерину Викторовну Читошникову Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, действительно, 2020 год был непростым Но главное, что волонтеры сумели сориентироваться и отработали на славу Они сделали великое дело и не перестают его делать даже сегодня Ну что же, друзья, очень интересно, кто же стал волонтером года 2020? Давайте узнаем! Волонтер года 2020 Никита Сергеевич Федюнин Руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества Руководитель штаба акции «Мы вместе» Никита Сергеевич Федюнин Стопроцентный волонтер А где Федоров? Какой такой Федоров? Ладно, сам найду Здрасте, а где Федоров? Кто такой Федоров? Понял, здесь нет Здрасте, а где Федоров? Это кто такой? Значит, Федорова ты не видел, да? Блин, да где этот Федоров, а? Федюнин Стойте, стойте, вы Федюнина не видели? Субтитры сделал DimaTorzok В день, когда время не взгод И на пределе струна В час, когда сердце поймет Это война Это война Руку свою протяни Тем, кто нуждается в ней Переживем И мы вместе сильней Мы вместе Во все времена Мы вместе Большая страна Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе Стенной против бег Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе Слышать, когда зазвонить Чей-то призывный напад Делать добро и не ждать Криков виват Верить, что время невзгод В мире однажды пройдет Если любовь в твоем сердце живет Мы вместе во все времена Мы вместе, большая страна Мы вместе Мы вместе Мы вместе В минуты поверь Мы вместе Стеной против бед Мы вместе Мы вместе Мы вместе Пусть эта песня летит Птицы мечты над страной Всем вопреки Кто трубит Вечный отбой Нам не забыть этот час Память останется в нас Только поймем сотый раз Здесь и сейчас Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе Большая страна Мы вместе Мы вместе Мы вместе Минутный побед Мы вместе Стеной против бед Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе Друзья, сегодня мы с вами находимся на нашем традиционном слете добровольческих объединений Алтайского края, а прямо сейчас наши земляки находятся в Москве на онлайн марафоне Мы вместе и мы спешим поделиться с вами потрясающими новостями. Юля Годор и Наталья Демьянова увозят в Алтайский край два вторых места всероссийского конкурса волонтерских инициатив Доброволец России 2020 Но это еще не все Также наш земляк Александр Чащин занял первое место в своей номинации помощь детям. Дорогие друзья мы вас искренне и безумно поздравляем с этим событием Вы настоящие молодцы и это потрясающий, я думаю подарок для вас и для всего Алтайского края в честь Дня добровольца в России. Ну что ж друзья, а пока здесь у нас в студии мы с удовольствием назовем имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса волонтерских инициатив Доброволец России 2020 Я знаю, вы безумно долго ждали этого момента и вот он наступил Ну что, друзья, переходим к объявлению результатов Итак, вдохновленные искусством 18+, Денис Витальевич Иглов София Сергеевна Федорова и Анна Александровна Атьясова становятся призерами этого конкурса Итак, друзья, двигаемся дальше Вокруг меня 18+, Анна Александровна Тертишникова Иван Сергеевич Усольцев Андрей Александрович Паплюкевич Вот так вот, друзья региональный этап Всероссийского конкурса Доброволец России и именно эти люди побеждают в нем Итак, двигаемся дальше На очереди у нас Говорит Волонтер 18+, Первое место занимает Юлия Васильевна Долженко Это номинация Говорит Волонтер Двигаемся далее Малая Родина 18+, Первое место занимает Алена Александровна Митина На втором месте Илья Андреевич Кононов И замыкает тройку призеров Валерий Борисович Кубанцев Ну что, следующая номинация на очереди называется она Молодой душой Здесь на первом месте расположился Игорь Николаевич Якуба Вторую позицию заняла Елена Анатольевна Орешкова И на третьем месте Татьяна Владимировна Атьясова Итак, друзья Двигаемся дальше Оберегая сердце Первое место Ирина Евгеньевна Плешкова занимает В этой номинации Итак, идем дальше Организатор добровольчества Здесь На первом месте Оксана Владимировна Доронина На втором Галина Андреевна Берлизова И сразу два третьих места Светлана Николаевна Докучаева И вместе с ней Татьяна Николаевна Райских Ну что, шагаем дальше И номинация Помощь детям регионального этапа Всероссийского конкурса Доброволец России 2020 На первом месте Антон Сергеевич Кокорин На второй позиции Ирина Евгеньевна Плешкова И с бронзой у нас Александра Ренатовна Хусаинова Итак, идем дальше Помощь детям Но теперь 14-17 лет Вот такая номинация Друзья За первое место награждается Илья Николаевич Высоцкий На втором месте Марина Александровна Шуваева И Александр Александрович Чащин Занимает Третье место Шагаем дальше Равенство возможностей 18+, Екатерина Евгеньевна Лимаева Занимает В этом конкурсе Третье место Рожденные помогать Следующая номинация Которую я хочу вам озвучить На первом месте Владимир Константинович Купин На втором Наталья Михайловна Мезина И замыкает Тройку призеров Олеся Евгеньевна Агафонова Шагаем дальше Уверенные В будущем Здесь у нас Дорогие друзья На первом месте Максим Анатольевич Банных На втором месте Алексей Вячеславович Гаськов И тройку призеров Замыкает Юлия Олеговна Ткач Что ж 2020 год Насыщен событиями Весь год Вы делились Своими работами В рамках Регионального Творческого Конкурса 10 лет В фокусе добра Ваши эссе Рисунки Стихи на тему Добровольчества Просто были Невероятными 3 декабря Состоялось Заседание Конкурсной Комиссии И пришло Время Назвать Победителей Лучших Из лучших Работы Которые Войдут В книгу О десятилетии Добровольчества В Алтайском Крае Итак Номинация Добро В лицах Категория Эссе Первое место Агалакова Вера Вячеславовна Со своим Эссе В поисках Доброты Категория Видеоролик Первое место Маргарита Владимировна Гаас Сережа Живи Такой видеоролик Прислала нам Маргарита Категория Рисунок Первое место Алина Александровна Казминкова Добро В глазах Категория Стихотворей Первое место Герайкин Дмитрий Анзух Анзорович Чтобы было На душе Светло Категория Фотография Первое место Ольга Николаевна Варзигова Давайте Сделаем этот мир Чуточку Лучше И категория Шарж Первое место Джема Степановна Аганесян Занимает у нас С Шаржем На страже Добрых дел Ну что ж, друзья, переходим к следующей номинации История Добра Категория Видеоролик Первое место Антон Александрович Карипанов Супару Клаб Для Сережи Сергеева Категория Рисунок Первое место Занимает Яна Григорьевна Штыр Большое сердце Волонтера В категории Фотография На первом месте Ирина Владимировна Беляева Главные герои Перемен Категория Эссе Первое место Анастасия Васильевна Чучева Мы поздравляем Наших участников С победой Ну что ж, дорогие друзья Вот и подошел 2020 год К своему Завершению В гуще событий Традиционно Находились Волонтеры Это и школьники И студенты И рабочая молодежь Серебряные волонтеры Все в различных сферах Реализовали Десятки проектов Помогли Десяткам тысяч Людей И многие Из этих волонтеров Займут Достойное место В системе Развития Добровольчества Нашего региона И сегодня Я с удовольствием Объявил Объявляю победителей Регионального конкурса Добрая воля Алтая 2020 В рамках которого Добровольческое объединение Представляло Свою работу За 2020 год В различных Номинациях Ну что ж, друзья Переходим К итогам Победители конкурса Номинация Лучший школьный Волонтерский отряд На третьем месте Расположился Волонтерский отряд Сателлит Из Тольменского района Идем дальше Волонтерский отряд Шанс Мамонтовский район Занял вторую позицию Нашего рейтинга И на первом месте Волонтерский отряд Лидер из третьей школы Города Бийска Поздравляем вас Дорогие друзья Идем дальше Лучший студенческий Волонтерский отряд На третьем месте Расположился Волонтерский отряд От сердца к сердцу Это Ранхикс На втором месте Региональное отделение Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы И на первой ступени Пьедестала Почета Региональное отделение Всероссийского общественного движения Волонтеры Медики Мои искренние аплодисменты И большие поздравления Этим самым победителям Итак Номинация Лучший отряд Серебряного добровольчества На третьем месте Добровольческая группа По работе с людьми С ограниченными возможностями Здоровья и инвалидностью Шаг навстречу Город Рубцовск На втором месте Волонтерский отряд Комплексного центра Социального обслуживания Города Новоалтайск И на первом месте Региональный центр Серебряного волонтерства Алтайского края Спасибо огромное За вашу работу И за все Что вы делаете Для людей Вокруг нас С праздником вас Дорогие волонтеры Вы занимаетесь Отлично работой Спасибо вам Еще раз большое за это И поверьте Ваша помощь Будет нужна Всегда Ну что же Дорогие друзья Следующее десятилетие Объявлено ООН Десятилетием действий В рамках реализации Мировой повестки Дня 2030 Для достижения целей Устойчивого развития Как и во всем мире Нам предстоит Переосмыслить роль Добровольчества В обществе Чтобы устранить Все барьеры Все еще Препятствующие Добровольцам В их работе Приглашаю вас Активно Включиться В эту Важнейшую работу И обязательно Приглашайте Дорогие друзья Своих знакомых Коллег И всех-всех-всех Ведь вместе Мы сможем Сделать этот мир Гораздо лучше И светлее Желаю вам Достичь всех ваших Добровольческих планов Которые вы наметили На ближайший год И пусть каждый день Дорогие друзья Для вас будет Днем Добровольца На огромной планете Где живут миллионы Есть несчастные люди Мы помочь им готовы Мы согреем улыбкой Мы поможем им делом Добровольец звучит Гордо и смело Мы всегда с вами рядом Мы в центре событий Для нас счастье Когда вы радостный зритель Пусть в мгновенье заботы Добровольцы Добровольцем не каждый Может нас восстан Делай добро Делай добро, сразу на сердце станет тепло Делай добро, бро, делай добро Делай добро, бро, делай добро Сразу на сердце станет тепло Делай добро, бро, делай добро И когда ты один в этом мире остался Всегда есть, кто научит тебя улыбаться Кто расправит крылья, что за спиною Кто заставит летать вместе с тобой Это наша работа и вдохновение Делать мир ярче, жизнь добрее Не устанем творить на благо России И нам с тобой по пути волонтеры мы силы Делай добро, делай добро Сразу на сердце станет тепло Делай добро, делай добро Сразу на сердце станет тепло Делай добро, делай добро Субтитры создавал DimaTorzok